Марат Башаров вышел на сцену Новосибирского театра оперы и балета. Драматический артист получил роль царя в спектакле «Конек-горбунок». Балет на музыку Родиона Щедрина в театре поставил Владимир Кехман. Официальная премьера состоится в конце недели, но первые зрители, среди которых мой коллега Алексей Кудинов, балет уже посмотрели. Марат Башаров танцевать умеет, как и положено, профессиональному актеру и победителю проекта «Звезды на льду». Но приглашение принять участие в балете, да еще на самой большой сцене страны, Марат встретил с удивлением. Вы знаете, если бы знал, куда судьба нелегкая закинет, соломочку бы подложил. И, конечно, я бы не ожидал, что моя жизнь меня сведет с балетом. Я балет очень люблю. И я знал, что это очень тяжелый труд. Я даже не представлял, насколько это тяжелый труд, когда попал в балет. Потрясающий партнер, которые мне помогли. Конечно же, я репетировал. Я прилетал в Санкт-Петербург, в Михайловский театр. И около 10 дней я репетировал там, со стулом, с воображаемым предметом. А уже сюда приехал и встретил моих партнеров живьем, так скажем. В Михайловском театре «Конек-Горбунок» появился полгода назад. Это реконструкция балета Большого театра. Хореографию Александра Радунского восстановил балетмейстер Михаил Миссерер. Постановка 1960 года изобиловала элементами народного танца. Видите, мы носок тянем. У нас так принято говорить про наши стопы и подъемы. У нас говорят, носок тянет. Мы же тянем стопы, а здесь везде каблучки, пяточки. Свобода и движение как бы больше. Вот эти рамки сняли, знаете, классического танца. Можно не так стремиться в эти чистые, сложные позиции. Из Михайловского театра балет перекочевал на новосибирскую сцену. Для этого пришлось вносить в спектакль немало изменений. При этом все основные партии, кроме царя, получили наши танцовщики. Так, руководитель балета Новосибирского театра Леонид Сарафанов вышел на сцену в неожиданной комической роли Конюшенова. Как и в случае с персонажем Башарова, этому герою не нужно показывать высокое балетное мастерство. Партия, она драматическая. Ну, там нету танцев совершенно, там одна пантомима. А я все-таки танцовщик, который все время танцевал-танцевал, а здесь придется ходить. И ходить прихрамывая, где-то согнувшись. Так что для меня это новый вызов. Конюшеный грабунок можно назвать мультимедиа-балетом. В спектакле очень много проекций. Герои периодически превращаются в анимационных персонажей и взмывают над сценой. Артистов и зрителей при этом разделяет прозрачный экран, и это добавляет сложности исполнителям. Но получившаяся картинка того стоит. Официальная премьера балета «Конек-горбунок» запланирована на 13 мая. Алексей Кудинов, Евгений Павлов и Антон Мамаев. Новость ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова